В знаке качества заложен совершенно другой, противоположный по смыслу рунный стан. Я это вижу как концентрация, все для победы, которая приводит к наполненности. И эту наполненность нужно завершить логически. Я уже рассказывал руну кона ромб. Тут можно поставить либо ромбик, либо символ гармонии и совершенства, звездочку. Почему я считаю звездочку символом гармонии и совершенства? Потому что это элементарно, потому что даже сота это всего лишь проекция куба. Ромб и звезда, звезда следует за ромбом, это высшая гармония, это числа тут Фибоначчи есть, золотое сечение и соответствие циферное, девяточки тут везде. Это высшая форма гармонии в геометрии. Внутри как бы она не формировала вот эти пентаграммы, она все равно приведет к формированию опять же этой звезды. То есть там еще и фрактальность, взаимовложенность и циферные соответствия. Циферные, пропорциональные, геометрия соответствуют цифрам. А цифры на некотором уровне тоже руны. Поэтому я считаю, что в этом знаке... Периметр тут обозначен был у нас пентаграммой. Попробуем еще раз. Но идея, я думаю, понятна. Контур действия. Те, кто вешает на себя этот знак, он так или иначе на тонком плане стремится к совершенству. Вот хочешь, не хочешь. Потому что фокусирование, вот оно. В сути, вот, вот, руна, мудро, все для победы. Приводит к наполненности. Элементарно. Вот ладошки вверх, вот почувствовал. Любой угол, любой градус. Разводи как угодно, как тебе комфортно. И чувствуем наполненность нисходящим потоком. Можно некий колокол сделать и внизу такое. Почувствовать наполненность восходящим потоком. Вот ладошки, они работают. Ну, невозможно это не почувствовать. Это сразу возникает нисходящий и восходящий поток наполненности. Можно еще и немножко закрутить этот поток. Ну, суть вот в этом. Итак, мы работаем только с собой. И работают только мужчины. Женщины могут работать, ну, через мудрый. Хоть так, хоть так. Вот там пентаграмма. Вот так, как угодно на каждой чекре. Этого будет достаточно. Ну, конечно.